Народ России все беднеет и беднеет. Вам приходится на чем-то экономить? Ну конечно, на всем. Потому что цены что-то услаются в магазинах. А депутаты Госдумы только богатеют и богатеют. Как раз вот российские депутаты это главные враги российского населения. То есть они как бы номинально представляют их интересы, ну согласно прописанному законодательству. Но по сути наоборот делают все, чтобы их избиратели были все беднее, чтобы их избиратели были как можно более глупыми, чтобы ими было проще манипулировать. Кто же из народных избранников приумножил свое состояние в прошлом году больше всех? Рейтинг топ-3 золотых депутатов открывает парламентарий от Единой России Леонид Симоновский. Мы будем делать все для того, чтобы вам жилось немножко лучше. И еще больше для того, чтобы хорошо жилось семье Симоновского. Доход депутата в 2021 году составил почти 1,7 миллиарда рублей. Леонид настоящий завсегдатай Госдумы. Депутатом является с 2003 года, то есть пять созывов подряд. За все это время политик успел сколотить состояние миллиардера. Как же политику удалось заработать уму непостижимые деньги, работая на русский народ, догадывается политолог Артем Бранжуков. Для них там самые жирные времена это как раз утверждение годовых бюджетов, где они выбивают либо под свои округа, депутат, который пролоббировал это решение в парламенте, получает свои откаты, так называемые дивиденды от подобного строительства. Распределяет деньги русских налогоплательщиков, в том числе и Леонид Симоновский. Парламентарий является первым заместителем председателя комитета по бюджетам и налогам Госдумы. Именно этот комитет планирует расходы страны. Сколько выделить на строительство дорог, школ, университетов? Строится очень много социальных объектов. Детские сады, больницы. Причем это не только Самара и Тольятти, это региональные центры, это и сельские поселения. Так что вполне вероятно, что при строительстве очередной дороги откат попадает в карман Симоновского. Второе место занимает депутат Алексей Нечаев. За прошлый год политик заработал 2,5 миллиарда рублей. В 90-х он зарабатывал деньги на продажи газет в переходах. Потом занялся косметикой. Дорос до создания компании «Фаберлик», занимающейся производством и продажей бьюти-продукции. Но этого бизнесмену было мало. Поэтому для обеспечения крыши для своего предприятия он отправился в политику. У него есть большое количество преференций. Как финансовых, так и по отношению к закону. Коррупционные скандалы обходят их стороной. И никаких расследований не происходит. То же самое, полностью интрульгенция от каких-то правонарушений. Нечаев так старался, что даже заслужил быть доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года. А уже в 2021 году стал депутатом Государственной Думы. Сегодня мы сильнее, опытнее, уже более битые, чем 30 лет назад. Впрочем, по доходам всех своих коллег обогнал госдеп Владимир Блотский. За прошлый год этот политик заработал 3,5 миллиарда рублей, благодаря чему занимает первое место в нашем рейтинге самых богатых депутатов Госдумы. Блотский свой депутатский срок мотает уже второй раз. Является ожесточенным коммунистом и параллельно занимается рыбным бизнесом. Владеет компанией, продающей морепродукты. Комитет избрал себе, конечно же, тоже по сфере бизнес-интересов, природных ресурсов, собственности и земельных отношений, где может проталкивать выгодные для своей компании инициативы. В западном мире в политику приходят люди, исходя из видения мира, исходя из идеологии, и исходя как раз из своего желания менять мир к лучшему. То в России это просто как социальный лифт, который дает тебе возможность безнаказанно заниматься коррупцией, зарабатывать деньги. В общем, быть депутатом российского парламента – это все равно, что выиграть в лотерею. Вокруг крутятся деньги, влиятельные люди, и бонусом получишь полную индульгенцию от правоохранителей. Крутить свой бизнес в таких тепличных условиях очень легко, а зарабатывать деньги на гражданах России – еще проще. Если Россия и сегодня Путин, который пытается строить из себя великого царя, то как раз российское и правительство, и российские политики, в том числе депутаты, являются такими боярами, помещиками, которые обычных людей воспринимают просто за рабов, за крепостных. Чем лучше живут депутаты Госдумы, тем сложнее приходится существовать народу. Изменить общественный строй под силу только гражданам Российской Федерации, выбирая и контролируя своих представителей у власти.